К этому выступлению они готовились несколько месяцев. Видно, что некоторым не по себе в национальных костюмах, да и в роли подсолнуха или пшеницы им не очень комфортно. Но зная, что на трибунах сидят родители, стараются в первую очередь для них. Фестиваль «Червона Калына» каждый год проходит во всех детских колониях страны. В этом году номера посвящены 20-летию независимости Украины. Все они родились уже в свободном государстве, но уверяют, знают, насколько важны это события для страны. Каждый из них нарушил украинский закон. Сегодня говорят, пусть песни или танцы хотят попросить прощения у страны. Не завидуй тем, что творят беззаконно, бо выходи и вынищены будут. У Никиты Корзика, кроме подготовленных учений Владимира Мономаха, есть и объяснение, почему в Украине много воров и пожелания для государства. Убрать проблемы с зарплатами и пенсиями – это уже политические такие темы. На мой взгляд, проблемы только с обеспечением народа. Тема фестиваля для воспитанников особого значения не имеет. Для них это лучик надежды, возможность получить за участие поощрение и условно-досрочно выйти на свободу. Сегодня счастливчиков трое. Воспитатели говорят, эти мероприятия осужденных дисциплинируют. Да и вечера в такие праздники они ждут особо. Мы испекли два карава, праздничный ужин, мороженое, дискеты. Среди участников концерта сразу выделяется вот этот парень. Даниил Рыжиков участвует почти во всех вокальных номерах. Он хочет написать свою песню об Украине и спеть ее уже на свободе. Им нажмут Павел Кубраков, Медиагрупп Объектив.